Итак, братья и сестры, продолжаем тему История христианской церкви, история церкви, второй урок Дорогие друзья, мы записали на первом уроке местописание о начале христианства Я сказал на первом уроке, но на этом втором уроке я хочу начать именно с того, что все-таки Славу Богу воздать, что Он родил нас, родил церковь, сам Иисус Христос на Голубовском кресте Рождение церкви, рождение христианства, вообще многие говорят, что церковь родилась в день Пятидесятницы Это правда, это тоже, это очень верно На самом деле церковь, она была явна миру в день Пятидесятницы Но Дух Святой сошел не на просто зевак, собравшихся где-то Он сошел на верующих, которые ожидали обещанного от Отца Те, которые пережили встречу с воскресшим Христом Те, которые были уже другими людьми совершенно уже Это были верующие, это была церковь Дух Святой сошел на церковь Он не сошел на тех, кто, к сожалению, имел, видимо, какое-то обычай такое Оставлять свое собрание, потому что там было чек 120 написано Хотя Иисус являлся, написано, однажды более чем пятистам братьев То есть, сколько что было еще сестер То есть, ну, можно сказать, тысячное собрание, допустим, да Иисус являлся не только одному, двум, там, трем, там, двенадцати Но являлся даже, ну, в тысячном собрании Воскресший, на протяжении сорока дней являлся Но, к сожалению, вот те, кто дождался обещанного от Отца Было не так много, чек 120 написано Это те, которые решили отложить все свои дела Огороды, сады и прочая недвижимость И вообще оставить всякий страх Мало ли, вот сейчас арестуются там и прочее Оставить всякий страх, оставить все Они не просто пережили встречу с воскресшим Христом Но были ревностными в том, чтобы ожидать обещанного от Отца И Дух Святой, Руах Акадош, он сошел Дух Святой, Руах, дыхание, Дух Кадош, это святой, я уже говорил, да, в первой уроке Руах Кадош, Руах Адонай, Адонай это Господь Дух Господний, да, Руах Адонай Руах Кадош Руах Элогим, там говорят еще, Дух Бога, как бы Дух Божий И, значит, вот Дух Святой сошел в день Пятидесятницы Если мы знаем, что смерть и воскресение Христа связано с Пасхой Связано с праздником Песах, с праздником Пасхи И Иисус вырос в достаточно такой религиозной семье, ортодоксальной Потому что каждую Пасху Иисуса брали с собой в храм, туда, к храму в Иерусалим И самые набожные евреи, они старались как раз именно вот на Пасху Ну, вообще-то, по большому счету, согласно Библии, Торе Три раза в году все мужчины должны были быть собраны к храму Должны быть собраны в Иерусалим Должны быть собраны как поклонники Три раза в году Это Пасха, Песах Это Шевот, Пятидесятница И это Суккот Йом-Кипур, Суккот, осенние праздники Праздник Жатва, с плодами Ну, вообще, с пустыми руками Не было принято вообще приходить, Бог сам сказал это, да В любой из этих праздников Но на праздник Суккот это было самое красивое жертвозглашение Потому что приносили много фруктов, плодов Как праздник Жатва Сейчас оформляют, допустим, осенние праздники И осенние праздники тоже проводили неделю, две недели порой Проводили, значит, многие набожные евреи Проводили в храме, при храме и в Иерусалиме самом Так вот, и каждую Пасху семья Иисуса, да Иосиф, Мария, они были и дети Написано, братья и сестры Там стоит греческое слово, слово сестры Означающее не две сестры, а три и больше То есть, как бы, у Иисуса было даже не две сестры А три и даже больше сестер Больше, чем три сестры, возможно Вот, братья описаны по именам Значит, сестер мы не знаем имен, к сожалению А может, к счастью, не знаем Как там было Значит, и, по крайней мере, семья большая Ну, по тем временам это была далеко, может, не самая большая семья Семьи многие были многодетные Имели много детей Вот, есть свидетельства, наверное, об очень больших семьях Тогдашних еврейских семьях И вот, но семья Иисуса была Каждую Пасху там, в храме И вот, значит, Иисус Его смерть и воскресенье были связаны с Пасхой С Песохом И мы знаем, что Самой тайный вечер Иисус совершил с учениками Это пасхальный На Песох Такой ужин пасхальный Пасхальный еврейский обед Пасхальный еврейский ужин Седр называется Седр Слышали, нет? Ну, где-то фиксируете Вы старайтесь не только слушать, а еще и фиксируете Это вам пригодится Я считаю, вам должно это пригодиться Пасхальный еврейский Седр Седр или Седр Пасхальный еврейский ужин Иисус совершил с учениками Седр Раньше, чем это Совершили все остальные Иудеи Ну, большинство Иудеев, по крайней мере И так совершали Пасху Так праздновали Пасху Иесеи Иисус никогда не критиковал Иесеев Иисус критиковал часто Мы знаем, фарисеев Судукеев Книжникам доставалось тоже от него Но Иесеев Иисус никогда не критиковал То есть, как бы, единственное направление Направление в иудаизме тогдашнем На который Иисус никогда не обрушивался Наоборот По всей вероятности, Он как раз с ними сотрудничал Потому что Иоанн Креститель Это историки сегодня доказывают И в большинстве своем считается, что так оно уже и есть Нашли, когда рукописи Мертвого моря То нашли подтверждение тому, что Иоанн Креститель был Именно из секты Иесеев То есть, он воспитывался в пустынях Он был в секте Ну, это секта в хорошем смысле слова Направление, школа Как бы, вероучение Вероучение Иесеев И, по крайней мере, об этом есть Очень интересное свидетельство сейчас И тем более Иисус Он, по всей вероятности, имел тайные связи с Иесеями Которые не афишировались, конечно же Потому что Иесеи считались направлением таким Не совсем официальным Это было движение такое духовное В отличие от зелотов, которые с мечом в руках Правду матку искали Зелоты были такими партизанами Больше, как бы, такими, да, патриотами То Иесеи были Искали с Библией в руках И с молитвой Искали освобождение Израилю То есть, у них был другой стиль Другая направленность совершенно Они избегали кровопролития Они искали именно Бога и просили милости Божьей Но считали традиционный иудаизм тоже оступническими Критиковали фарисеев, саддукеев, книжников Критиковали за вот это обрядоверие И суеверие, и политиканство И прочее, прочее, прочее Ну, они, в принципе, то, что Иисус говорил И Иесеи тоже сами говорили Вот, хотя Иисус не был Иесеем Потому что учеников Иисуса от Иесеев Очень сильно отделялось Ну, сама практика отделяла Но, да А можно про Иесеев Вы сказали, в пустынях они аспекты? В основном они в пустынях Жили в пустынях Вне городов, вне сел Возле Ордана А соль, учения в чем? Тора, Библия, только Библия И молитва Соль их учения Они считали, что на самом деле Что традиционный иудаизм тех лет Это отступнический иудаизм Который был связан с политикой Ну, это мы сегодня все знаем уже Что тогдашние священники Они просто-напросто Ну, работали на захватчиков И, в общем-то Ну, предавали Будем так говорить, свой народ И, больше того Царей еврейских ставили Значит, римляне Вот, и Жили цари Мы знаем тоже аморально Вот, и грешили И священники молчали Знали Это и молчали Хотя, по закону Должны были обличить И говорить правду В храме Совершались церемонии Красивое жертвопоношение Но, фактически Не стало учительства в храме А это было большим грехом Потому что Где мне народ, мой Бог Говорит Из-за недостатка введения И И эсеи Они ревновали о том Чтобы быть научными От Торы От Пятикнижия Моисеева Они Многие эсеи Мужчины Они на память знали Тору Пятикнижия Моисеева Они ревновали о том Чтобы Вот через Как раз это Через Молитву И общение с Богом Да, такое обращение к Богу Покаяние Чуа Да, чуа Значит Возвращение к Богу Да, покаяние Что было И чтобы Именно приходить Настоящее освобождение Израиля Они верили Именно в покорности Богу Именно в смирение Перед Богом В покаяние В грехах И прочее Прочее То же самое Что Иисус совершил Там Он Ну чисто так Физически Конечно С плеткой Разогнал Этих продающих Там в храме Это Сами Иесеи Считали Великой верностью Что священники Допустили в храме Торговлю И Поэтому в храм Иесеи Не приходили Считали это Местом отступничества Они говорили Что это место Святое Стало местом Беззакония Потому что Продажа Потому что Торговля Потому что Проституция Потому что Все это Все было при храме И все это было На глазах у Израиля С одной стороны Нахожность В Талмуде Говорится Что вот эти Последние поколения Перед тем Как храм был разрушен Были самые религиозные В всю историю Израиля С одной стороны Религиозность Но это Обряд доверия Обрядность Традиция А вот Само сердце Израиля Стало далеким От Бога И в принципе Вина была В основном На всей этой Религиозной мафии Вина была Иисус Проповедую К простым Христоматийным Грешникам Он был с ними Ласков Он был Не суров С ними Но говоря Именно с религиозными Лидерами Он был очень суров Он был очень жесток С ними И на слова Не скупился Знаете ли Обличая И хотя понимал Что каждым таким Обличением Он масло в огонь Подливает И еще более Злее и злее Становится Эта мафия Значит Но Иесеи Иесеи Они имели Особенности Некоторые Допустим В Евангелиях Есть косвенные Такие подтверждения Что Иисус Имел связь Какую-то Духовную связь Сто процентов Имел с Иесеями Потому что Допустим Иисус говорил Когда вечерю Совершать Пасхальную Но раньше Чем все А Иесея Совершали Свою вечерю Раньше Чем весь Израиль Они считали Что раз Во всем Иудаизме Уже такое Ступничество То мы будем Совершать Не со всеми Пасху А чуть раньше Будем есть ее Поэтому В этом намек Во-вторых Иисус Сказал ученикам Когда ученики Спросили Где нам Приготовить тебе Пасху Он говорит Идите в город И вам будет знак Вы убите мужчину Несущего воду За ним идите Ну по тем временам Это было Знамение На самом деле В те времена В воду Таскали лишь Женщины Увидеть мужчину С водой Это было Ну все что Допустим Летом В Нижнем Новгороде Увидеть в валенках С галошем Человека В солнечную погоду Вы бы удивились Как минимум Или допустим Это было Почти невозможно Увидеть Потому что Любой мужчина Любой еврей И даже если он Допустим Не имел жены Ну так случилось Допустим Другая жена Таскала ему Ну женщина Другая Таскала воду Сестра Ну кто угодно Соседка Но ни в коем Разе не он Это считалось Ну как бы Оскорблением Даже для самого себя И прочее То есть это Несовместимо было Единственной категории Граждан Из евреев Именно Кто воду Мог таскать Мужчины Это были Иесеи Иесеи Не пресвовали этим И они считали Что В этом они Смиряются И они считали Что мужчина И женщина В этом Равнули То есть они Как бы они Шаг вперед Сделали Иесеи В их общинах Мужчины Таскали воду Поэтому если Но в городе Иесеи почти не жили Никогда Но знак был такой Для них Они увидели мужчину Несущий воду Вау Не может быть И за ним пошли И говорили Учитель говорит Где нам Приготовить Пасху Вот все уже Все готово То есть по всей вероятности Это был один из Членов этой секты То есть это школы Да Это церкви Можно сказать Иесеев Но который жил Почему-то в городе Который может быть Имел конспоративную квартиру Куда могли Допустим Путешествующие Иесеи Просто заехать И переночевать Допустим И он приготовил Пасху Почему? Потому что Иесеи Может быть он даже И не ждал никого Но они готовят раньше Все Застилают Все готовят раньше И хлеб И все И значит Ну вот Иисус совершил Это Кстати Иисус совершил Пасхальную вечерю Очень необычно тоже Вот если знать Традиции евреев То Пасхальная вечеря Вот это Тайная вечеря Она вообще Ну просто По-другому видится Совершенно На пасхальном еврейском обеде Пять Бокала вина наливается Тост Такой На каждый бокал Есть свой тост определенный Есть своя идея Мы знаем Мы знаем Что на пасхальном обеде Было Ну Приготовлено животное Да Его резали И семья должна была его съесть За этот вечер Целиком Да Все Значит А что останется Нужно было все сжечь Поэтому если семья была маленькая И не могли они целое животное Сами осилить Съесть Столько шашлыка Представляете Нажали мясо Столько Началось съесть Поэтому Семья должна была объединиться С соседями Чтобы вместе Но они должны были все это съесть И Ну там На вечере Иисуса Пасхальной этой Было Как минимум 13 взрослых мужчин Голодных Которые съели Это животное В течение Ну может еще хозяин там Но не написано ничего больше Мы не знаем ничего О его семье То есть Ну Можно лишь предполагать Что эта семья могла там участвовать Но вообще-то Сам костяк На вечере Это был Иисус И его ученики Сама душа Этого Как бы Насчет этого Пасхального ужина Последнего Последнего пасхального ужина Ветхого завета И уже первого Уже нового завета Да? Интересно очень Будьте здоровы Спасибо Так вот И знаете ли что произошло Эти тосты Тосты Пасхальные Можно в принципе Это все прочесть Есть литература Есть лекции об этом Но я вкратце скажу лишь Эти тосты По Ветхому завету По книге Исход Шестая глава Шестой Седьмой Восьмой Стихи Книга Исход Шестая глава Шестой Седьмой Восьмой Стихи Вы себе зафиксируете Можете потом дома почитать Полистать Шестая глава Шестой Стих Седьмой Восьмой Вот эти стихи Считаются Как раз На пасхальном Еврейском Седере Как раз Именно Исполнившимся Вообще В Талмуде Говорится Что Каждый участник Пасхального Обеда Должен Его есть Таким образом Что Как будто Он сам Вышел Из Египта Как будто Он сам Вышел Из рабства И В этом Сама идея Каждогодного Ежегодного Воспоминания Вот этого Великого Исхода На пасху Мы вспоминаем Исход Но мы знаем Что в нашем Новозаветном Понимании Наша пасха Это не просто Выход из Египта Это не только Выход из Египта Отцов наших А это еще Самое важное Сам Иисус Христос Сам Иисус Наша пасха И Друзья мои Так вот И там говорится Первый тост Это самое начало Шестая глава Шестой стих Где говорится О физическом Избавлении От рабства Египетского И на самом деле Первый тост Это за выход Из рабства Что Бог Нас вывел Из рабства Отцов наших Спас Слава Богу И Там пресный хлеб Горькие травы И В те времена Было много мяса Сейчас обычно На столе Традиционном Иудаизме Мало мяса И Как бы Потому что нет храма Нет жертвы Тогда было много мяса Целое животное И Много Хлеба Горьких трав Овощей И Все это елось Потом Потом Приходило время Второго тоста Второй тост Вторая чаша Которая пускалась Тоже по кругу Во время Этой чаши Воспоминался Второй эпизод Очень важный В еврейском переводе Буквально Там говорится Можно Библию Пожалуйста А или вот Да Спасибо И исход Шестая глава Здесь говорится Итак скажи сынам Израилевым Я Господь И Выведу вас Из-под Иго Египтян Интересно Вот это Первый тост А второй тост Здесь говорится Избавлю вас От Рабства Их И вот Избавлю вас От Рабства Их Дело в том Что Буквально В переводе С иврита Там Немного Другое Значение Там говорится Избавлю вас От образа мышления Их Избавлю вас От их Духа Что ли От духа Египта То есть Второе Второй тост Поэтому Он пьется За свободу От образа мышления Египтян От образа мышления Египетского Материалистического Оккультного Бесовского Душевного Потому что Египет Это была Цитадель Главная Цитадель Когда Оккультизм На этой планете После Вавилона Именно Египет Перенял Первую Эстафету Бесчестия Нечестия Оккультизма Греха На этой планете Проклятой уже Земле К тому времени Давно уже Проклятой Земле Но Проклятие Это Беззаконие Оно Нарастало Знаете ли Как вот Нечестивый Еще делать нечестие Написано Новым Завете В Откровении Еще говорит правду Но Нечестивый Еще делать нечестие И как снежная комната Увеличивается И вот Поэтому Второй тост Это за освобождение От образа мышления Египетского И Интересно Многие проповедники В разной Динаминации Говорят такие слова Что Значит Что Сорок дней Надо было Чтобы спасти Евреев из рабства Вывезти из Египта Но Сорок лет Надо было Чтобы Египет Вышел из Еврея И вот Поэтому Это значит Намного сложнейшее Поэтому Бог нас спасает И сейчас В Новозаветные времена Он спасает нас От Не просто фараона От дьявола И не просто Из Египта Выводит нас А из царства тьмы Но Затем Очень сложная работа По На самом деле Покаяния Очищение Обновление ума Да Значит Наша Просто-напросто Перестройка Наша вся И это Очень непростая Задача Господа И вот И дальше В конце этого Шестого стиха Говорится Как раз Что он спасает Мышцу Простерта Судами великими И вот Третий тост И снова едят мясо Мясо Хлеб Овощи Потом Третий тост Обычно В те времена Был распорядитель Который этим занимался Но Каждый Участник Трапезы Чаша Пускалась По кругу С вином И каждый Отпеваясь чашу Он Мог что-то вспомнить Допустим Из своей жизни Своего личного Исхода Из Торы О том Как это совершалось Какими судами Бог это совершал Третий чаша Третий бокал Это тост Поднимался За силу Божью Какими чудесами И знамениями Вспоминались Все чудеса И знамения Великого исхода Из царства Египетского Из царства Греха Царства тьмы И чудеса И знамения Это здесь И казни Египетские Здесь же И вот то Что море Стало пешеходным Как бы в православии Поют Есть такая песня Как раз На эту тему Яков посуху Пешешествовав Израиль По бездне Стопами Гонителя Фараона Видя Потопляем Богу Победную Песню Поим Вопия Да Мне нравится Интересно А вообще У меня Ну ладно Я как-то еще потом спою Что-нибудь другое Но Факт то что Мы увидели фараона Погибающего А сами Прошли по суху Как по суше Прошли по морю Слава Богу И вот Потом Снова мясо Овощи И травы Соленая вода Стояла На столе И в те времена И сейчас На пасхальном седере Столеная вода Миска такая стоит Означает Которое Слезы Которые Пролили в рабстве Отцы наши Один из уроков Кстати седера Пасхального Почему мы должны С года в год Это были все вспоминать Потому что Должны были учиться Во-первых Быть благодарными За то что он совершил Во-вторых Знать что Бог Нас выводит Из рабства нашего Спасает А в-третьих Чтобы учиться Не попадать в рабство Чтобы не быть Никогда рабами Больше Что хватит уже Уже наплакались Уже отцы наши И чтобы каждый Участник седера И старый И малый Помнили Никогда не будьте Рабами Никогда не подвергайтесь Опять его рабству Все Это прошлое Никогда не будьте Рабами сейчас Вот и Так вот И Четвертый тост Потом поднимался Четвертый тост Это Тост За Как бы Бога усыновления Бога усыновления Усыновления Богом Народа Израильского И тех Кто вышел из Египта Потому что Из Египта вышли не только евреи Кстати Помним мы Да Из Писания История Мы знаем что вышли И те не евреи Что уверовали Бога Израилева Уверовали Бога В Рама Исаака Якова Мы знаем что Не все были глупыми Да В свое время Тоже были очень разные люди И многие египтяне А там проживало много народов Мы читаем Вот по книгам историческим В Египте проживало много народов Были очень разные люди Там И были люди Которые Не послушались фараона Которые своих животных Не выгоняли Потому что Хотя фараон говорил Что ничего не будет Больше все нормально А они Не-не-не Что-то есть не то Мы Хороши боги Египта Да Но Как бы Когда Иегов вступился Когда бог Авраама Исаака Иакова Начал действовать Мы поняли что Здесь что-то не так Что-то Этот бог Мне кажется Нам кажется Он сильнее всех этих богов И когда Евреи Скот не вгоняли И они посмотрели Евреи не вгоняли Оно нам надо Как бы сейчас Рисковать Своими животными И они пустились тогда В поля И увидели Животные Выжили Потому что Те кто послали Тогда Там погибли Тогда Вот И Знаете ли Были те неевреи Что уверовали Бога Израилева Они тоже вышли из Египта Слава богу Слава богу И вот Здесь говорится Седьмой стих Вот эта четвертая чаша Четвертый бокал Да Это седьмой стих И приму вас себе в народ И буду вам богом И вы увидите Что я Узнаете Что я Господь Бог ваш Изведший вас Из подвига Египетского Вот это уже Четвертый тост Выход Не просто из Египта А уже когда Бог говорит Я приму вас Приму вас Считается Что это тост Бог усыновления Это даже не Это даже не сама Пасха Это продолжение Пасхи Это швот Пятидесятница Когда Все вышедшие Вчерашние Рабы Оказались Возле горы И когда Бог говорил Заповеди Бог записал Своим перстом Своей рукою Даже Без посредников Записал лично Заповеди Потом дал Постановление Правила И вот это Считается Временем Бога Установления Когда Бог Вчерашних Рабов Принял Как своих Детей И мудрость В этом заключается Что мы Вчера Быв Рабами Фараона Сегодня Мы свободны И сами Себя подчиняем Будучи Рабами Бога Мы становимся Рабами Всевышнего Бога По доброй воле И рабство Божье Принципиально Отличается От рабства Египетского От рабства Фараона Потому что Быть рабом Бога Бога Означает Быть свободным По-настоящему Верх Свобода То есть Это не просто Гуляй Где хочешь Вася Значит Все Вышел Теперь Из Египта И теперь Где хочешь Там и живи Нет Опять Стали бы Рабами Греху Рано или поздно Но Мудрость В том заключалась Чтобы выйти Из одного Рабства Ощутить Свободу И согласиться На то Чтобы быть Рабами Бога Всемогущего И Бог обещал Конечно Он хотел всех На гору Поднять В тот день Потому что Говорилось В 19 главе Исхода Что все могут подняться Во время протяжного Трубного звука Все могут подняться На гору Шафар Эти небесные Ну и земные Музыкальные инструменты Рок Да допустим Да Там очень мало Как бы Вариаций Там нельзя же Дырки сверлить Там То есть Как бы Звук может быть У шафара У рога этого Только лишь Либо Короткий Либо Протяжный Все И небесные Шафары Тоже звучали И когда Моисей Поднялся На гору Были Прорывистые Короткие Были Звуки Но Бог Сказал Во время Протяжного Трубного Звука Они могут Все подняться На гору Но получилось Так что Народ Испугался И развернулся И встал Удаляться В сторону В сторону Ушел Испугался Народ Один Моисей Был там На горе Но в день Пятидесятницы Народ Перешил Чудо Слава Богу Так вот Друзья Мои Братья Сестры А пятый Бокал Пятая Чаша По порядку Надо рассказать Эту историю Пятая чаша Она В традиционной В традиционном Иудаизме Она не пьется До сих пор И в те времена Она не пилась И до сих пор Она не пьется Эта чаша Называется Сегодня Называется она Бокалом Илии Или чаша Илии Тогда она Называлась Чашей Мессии Чашей Христа Но Эту чашу Никто не смел Поднять никогда До Иисуса Однозначно Эту чашу Ее наливали Традиционно Но никто Ее не пил Никогда Она До конца До того момента Как все расходятся Гости Она стояла На столе Эту чашу Наливали заранее Даже Считалось Что Эту чашу Однажды Сам Мессия Сам Христос Должен поднять И свое царство Объявить Во времена Талмудического Уже Юдаизма Отступнического Такого Юдаизма Было Сказано Так Что Якобы Однажды Илия Должен прийти Пророк Эту чашу Поднять В одной Из еврейских Семей И царство Христа Объявить Но По-любому Эта чаша Считается Чашей Мессии Чашей Христа И Она не пьется Да Эта чаша По контексту Седера Она означает Именно Вход в Ханаан Уже Уже В землю обетованную А не пьется Большинство раввинов Говорит так Почему не пьется Считают так Что Не пьется Из-за Печали Траура Потому что Из 600 тысяч Мужчин Призывного возраста Вышедших Из рабства Египетского Лишь два человека Вошло в Ханан В землю обетованную Печальная статистика На старте Представьте 600 тысяч человек На финише Черту перенесли Только два И вот Ради печали Ради того Что такая страшная статистика Столько много Начавших И Закончивших Только два человека Не пьется Эта чаша И еще Как бы Предупреждение Считалось Раньше Что Вот Стартовал-то Это хорошо Но Бойся Чтобы ты Не сошел Из дистанции Ты должен Финишировать Хорошо И там Однажды Выпьешь Чашу Последнюю Чемпиона Уже там С Богом Блаженков Кто вкусит хлеба В царстве Так говорилось Очень интересно Это было не просто Выкригом из толпы Записано в Евангелии В те времена Это было Очень благочестивой Такой присказкой Как бы Пословицы Поговорка Благочестивой Блажен кто Выпьет вина В царстве Или кто вкусит хлеба В царстве Бога Это считалось Очень Крутым Таким Как бы Религиозным Таким Высказыванием Присказкой Такой Как бы Да Это говорили И после Хорошего обеда Когда хорошо пообедали Говорят Блажен кто Вкусит Или выпьет вина В царстве Божьем Как бы И Как сейчас Допустим Благочестивой Считается Такой традицией Допустим На Пасху Ну Вне Иерусалима Допустим В России В Украине Еврейская семья Совершает Пасхальный седр И говорят Ну А на следующий год В Иерусалиме Такая Благочестивая Присказка Такая Есть такая Поговорочка Такая Но она Как бы Тоже Освежает Верующих Да Друзья мои И Так вот Иисус Он После вечера Когда уже Все было съедено Выпито Ничегошеньки Не оставалось Кроме Вот этой Чаши Последней И кусочка Хлеба А почему Кусочек хлеба Оставался Должен Нетронутым Так было принято В те времена Почему Потому что В самом начале Пасхального Этого седра Когда К тому Кто распорядителем Является Ставит Три Листа Мацы Три хлеба Ему подают На стол И он Молится Благоставение Поет Или Поет Или читает И потом Совершает Следующее Он берет Средний лист Мацы Второй И Надламливает Его И вот этот Кусочек Интересно Его заворачивает В дорогую Салфетку У хозяйки Читается Должна быть Специально Дорогая Салфетка Самая красивая Самая дорогая Ее вышивают Всячески И приготовляют В течение года В эту Салфетку Заворачивают Именно этот Кусочек Мацы И его Откладывают В сторону Если есть дети То все превращается В очень красивую игру Которая до сих пор Сохранилась Эта игра Этот кусочек Мацы Завернутый В дорогую Салфетку Его прячут По квартире В доме Его прячут И дети Для них уже Своя есть Игра Они начают Искать Кусочек Мацы Кто найдет Тому очень повезло Потому что У него Есть право Выкупа Он должен Торговаться Со взрослыми И Те должны Выкупать у него И Ну если Кому повезет Велосипед Кому повезет Там что-то еще Ролики Вот В богатых семьях Там Можно поторговаться И хорошо Какой бы Ну по мере Состояния родителей Считается Самый хороший Сын Тот Кто очень хорошо Торгуется В этот день Считается Можно торговаться До бесконечности Пока ты Не скажешь Все Я больше не могу Точно Сто процентов Вот только так Могу тебе подарить Поэтому Наверное Евреев считают Такие Торгешали Но евреи Должны уметь Деньги считать Обязательно Бог же считает Деньги Все Так у неверующих Все На глазок Вот Значит И Если Бог дает Богас Мы должны Правильно Распоряжаться Этим Потому что Дадим Отчет В этом-то Иудаизм Отличался Всегда От тех Других Религий Которые Окружали Иудаизм Потому что Обычно В языческих Религиях Деньги считались Сами по себе Уже Злым Чем-то Таким Плохим Вот И Крайний Аскетизм Обычно Пропагандировался В иудаизме Никогда Деньги Не считали Злом Абсолютно Наоборот Считалось Добром С той лишь Разницей Что Мы должны Правильно Распоряжаться Ими И дадим Отчет Богу Если у тебя Много денег Ты должен Очень много Отчета В том Как ты Ими распоряжался Если у тебя Их мало То у тебя Меньше Спроса Но ты должен На своем уровне Ответить Будешь Как ты распоряжался Тем Что тебе Бог дал Поэтому Иудаизм Очень сильно Уважает Деньги Очень сильно Потому что И В других Религиях Это не ярко Выражено Христианство К сожалению Я считаю Очень большому сожалению Где-то в течение Средних веков Это однозначно Оторвавшись От еврейских корней Оно перестало Уважать деньги В крайний аскетизм Кинулось Получилось Понимаете ли Ведь не в самих Деньгах Зло Сребролюбие В любви к деньгам В этом и есть зло И поэтому Идеалом Допустим В средние века Когда Вот эти доктрины Развивались Было Нищенство Идеалом Считалось Сумасшествие Значит Нет мозгов Нет денег Ты святой Понимаете Но это ненормально На самом деле И мозги И деньги Это все от Бога Но Мы должны правильно Всем этим распоряжаться И мозгами И деньгами Как Бен-Гурион Говорил Некоторые В Кнессете Говорили Что надо же Бог вводил нас 40 лет По пустыням И привел нас туда Где нет нефти Вообще Надо же Вот везде Нефти полно Но у нас Именно нет нефти А Бен-Гурион Говорил так Тот Кто декларацию Ну как бы Независимость Израиля Объявлял 48-й дом 14 мая Торжественно Бен-Гурион Он сказал Так что Из всех ресурсов Какие возможны На нашей планете В Израиле Есть лишь Наши еврейские мозги Но это поистине Безграничный ресурс И он дал На установку Такую На Как раз Подобную Экономику Которая строится На мозгах А не на нефти И это хорошо Нефть закончится Рано или поздно Газ закончится Что Все может закончиться Мозги не закончатся Если ты будешь Правильно распоряжаться Тем, что у тебя есть сейчас Это не только На примере Израиля Видно Вот есть народ То же самое Япония Там всего-то ничего И ресурсов-то очень мало Но если есть мозги Ты можешь На этом малом Ты можешь Очень неплохо Развиться На всем угодно Можно развиться А если Так вот Пофигист Если там Жуй кокос Ешь бананы И не думаешь Ни о чем То Ну ладно Господа Давайте продолжим Вот это Я получился На втором уроке Рассказал Больше вам о пяти чашах И как бы Именно о Пасхальном псевдере Но это В этом и есть Какой-то урок Определен для нас сегодня Я считаю Что в этой теме История христианства Есть много таких Маленьких тем Которые могут Очень многого Научить нас сегодня И У нас есть время еще? Да А, замечательно Так вот И Возвращаясь В тему Истории церкви Истории христианства Помните На первом уроке Я говорил вам Что мы не знаем Точного года Рождения Христа И поэтому Начало церкви Начало Истории христианства Мы примерно Обозначаем Примерно В 30-м году Нашей эры Но мы знаем Точность Когда период Закончился История церкви Это было В 313 году 313 год Нашей эры Когда закончился Этот период История церкви Почему именно В 313 году Потому что Именно в 313 году Был опубликован Закон Новый Так называемый Миланский эдикт Императора Константина Миланский эдикт В Италии Милан Миланский эдикт Императора Константина Или Кинья Два императора Тогда были на западе И на востоке На востоке Миланский 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 эдикт 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 Закон По-русски Закон Или правило Или письмо Послание Имеющее силу закона Миланский эдикт Императоров Константина И Ликиния Константин И Ликиний Ликиний был на востоке Константин был на западе В 313 году Миланский эдикт Императоров Константина И Ликиния В чем была уникальность этого Эдикта Миланского? В том, что христианству давалась полная свобода, христианство называлось католической религией, то есть вселенской, всеобщей, универсальной религией, свободной религией, свободной церковью. То есть до 1313 года, запомните просто такую вещь, что до 1313 года церковь была чаще всего гонимой, иногда она становилась терпимой религией, иногда, но никогда она не была одобряемой государственной религией, никогда. Большинство императоров в это время, они преследовали церковь христианскую, церковь божью, считали церковь Христову опасной ересью, лжеучением, атеизмом, чем только не называли вообще, сектой какой-то. Вот, а с 1313 года начался такой новый период, получается, в истории церкви. Церковь была объявлена государственной, признаваемой государством. Да поди не признай. Слушайте, ведь в городах, считалось в это время, до 10% населения были христиане. Уже игнорировать нельзя было. То есть это не просто там государство взяло и узаконило церковь христианскую. Государство уже было вынуждено признать. Тем более власть поменялась. Император Константин и Ликиний, эти два императора, они уже хотели церковь, уже христианскую религию, как бы, да, использовать уже в своих политических играх. Им нужны были новые люди, была новая политика, новые люди и нужна была новая религия для этого. И поэтому выбор был за христианством. Религия была, христианство была, как религия была распространенной очень религией и очень хорошо себя зарекомендовавшей. Несмотря на ожесточенное гонение, христиане благооставляли власти, молились за власти и это, ну скажу, очень давало хорошие плоды, кстати. И вот, но в первых 300 лет этих, что происходило? Первое, мы запомним, да, что массовые гонения на церковь были, гонения на церковь христианскую физические. Потом, второе, то есть первое это гонения, запомним. Второе, это информационная борьба, идеологическая борьба против церкви. То есть первое, это физическая борьба с церковью на уничтожение, не на жизнь, а на смерть шла, борьба христиан уничтожали просто-напросто. Второе, это идеологическая, информационная борьба против церкви. Идеологическая и информационная борьба против церкви. Ее вели философы Рима, потому что понимали, и в те времена понимали политики многие, императоры, правители, богатые, серьезные люди, понимали, что христианство распространяется, и его просто мечом не остановить. Нужно было переубедить, надо было убедить людей, что это неправильная вера, и надо ее оставить. И, в общем-то, даже сама жизнь толкала порой правителей к этому. Как, допустим, есть история такая интересная, о ней, читаем мы, в житиях святых. Написано о мученице Екатерине. Мученица Екатерина, девушка из Африки, простая африканская девушка, которая была христианкой, и ее хотели сосладать императору, которому к нам был в гостях там. Она была знатного рода богатого, и очень красивая. И ее хотели за императора замуж выдать, и она была бы одной из жен императора, но она оказалась, она христианка. И, знаете ли, значит, и собрал он философов римских там, те должны были разубедить эту девушку. Говорят, что философы эти там, сколько их было там, они пытались с этой девушкой по-всякому, и разговаривать, и доказывали, что Библия неправа, и прочее. Но, в конце концов, говорят так, что эти философы и покаялись. Эта девушка смогла, Екатерина могла переубедить этих философов. И сколько их там было, их всех казнили по приказу императора, потом эту девушку казнили. То есть, ну, сама жизнь заставляла порой такую борьбу вести. И, кстати, одним из выдающихся, считается, борцов с церковью в то время был философ Цельс, или Цельсиус. Римский философ Цельсиус, который считался, как бы, ну, главным, здесь, сектоведом, что ли, того времени. Главным борцом с христианством того времени. И философ Цельсиус писал книги, не просто книги даже, а учебники, по которым училась римская, греческая молодежь. В гимназиях римских, Цельсиус написал книгу. Книга называется «Истинное слово против христиан». Или просто «Против христиан», еще пишут там. «Против христиан». Эта книга была шедевром сектоведения того времени. По этой книге молодежь римская узнавала о том, что христиане – это опасные сектанты. Вообще, от них нужно подальше сторониться. Если они вас будут приглашать, то вообще бегите. А еще лучше сдавать их и властям. Почему Цельсиус вот так обрушился на все это, на христианство? По всей вероятности, он общался с христианами, потому что многие вещи, которые он пишет, они написаны по всей вероятности именно от человека, знающего христианство. Со слов христиан. Возможно, он был при допросах христиан. Возможно, он общался лично с христианами. Есть разные предположения, что, возможно, ему помогали отступники некоторые христиане. Потому что он пишет очень информационно, грамотно, порой о христианских некоторых вещах, учениях. Но в то же самое время собрал в этой книге своей он многие нелепости вообще против христиан. Главное обвинение какое в адрес христиан? Знаете, какое? Не поверите. Христиане – это атеисты. Это атеистическая секта. Атеисты. Почему атеисты? Знаете, кстати, это не только Цельсиус. Это многие философы тогдашние писали. Христиан считали атеистической сектой. Почему? Потому что обыватели, вообще обычный гражданин римский, он не видел в христианах ничего из того, что называлось бы римским словом религаре, религия. В христианстве не было культа, не было Бога вообще как такового. Потому что, ну, изображение, которому могли бы поклоняться. Допустим, для римлянина, воспитанного гражданина, обычного, да, грамотного, было нормально поклониться тому, другому, пятому, десятому Богу. Богом больше, Богом меньше, эта погода не делала. Вообще даже, наоборот, считалось, чем больше, тем лучше. Кашу маслом не испортишь. Римляне, они даже, допустим, были толерантны. Римляне, они считали, гордились этим, что они признают религии всех народов и очень сильно уважают их. И даже если какой-то народ, допустим, Рим завоевывал, он ихних богов брал и привозил, значит, римляне привозили, значит, в Рим. Был храм всех богов, пантеон. Пожалуйста, там место для любого, даже самого экзотического бога находилось. Нет, были культы запрещенные отдельные. Допустим, один из культов Изиды был одно время запрещен в Риме. И там около трех тысяч человек было казнено даже по этой статье. Запрещали некоторые культы. Ну, там шла речь, я так понимаю, больше о политических заговорщиках. Об опасности переворотов дворцовых или вооруженных переворотов. По крайней мере, были культы запрещенные, религиозные. Но, в основном, Рим отличался как раз именно вот такой, очень религиозностью большой. Даже больше, чем Афины те самые. Где, помните, Павел, обходя и осматривая святыни ваши, я нашел и жертвенник неведомому богу. То есть, вообще даже поставили на всякий случай вообще неизвестного богу. Мало ли, вдруг есть бог на этой земле, о котором мы не знаем. И чтобы он не обиделся, есть тоже и для него и жертвы них, пожалуйста, насчитайте. Можешь всем поклониться, а если даже не знаешь, кому, даже неведомому поклониться. То есть, видимо, поклониться вообще. Да, ну, кашу маслом не испортишь, да. Да. И вот римляне, они этим гордились. И время от времени даже импортировали богов разных с Востока, Запада. Они брали, ну, с Востока в основном. Мистические культы привозили в Рим. Ну, этим освежали как бы религию свою. А христианство почему-то не находило. Вот именно, вот, как бы, небо, под небом, да, место себе в Риме-то. А почему? Потому что христианство, оно чрезвычайно отличалось от всего того, что Рим знал. Очень сильно отличалось. Хотя и в других религиях есть какие-то схожести, допустим, да. Ну, вообще чисто религиозные. Но в целом христианство было чрезвычайно отлично. Допустим, вот в христианстве не было вот того же самого изображения. Фетишизма, да. Любая религия Рима, она, и вообще мира тогдашнего, она знала, там, боги, там, иконы тогдашние, да. Им поклонялись этим статуям, там, изображениям, все. Хотя, конечно, ну, грамотные, религиозные, там, вожди, там, философы, поэты писали, конечно, как, допустим, Апулей написал в книге «Метроморфозы» или «Золотой осел» в своей книге. Он написал, что он высмеял вот тех простодушных сельских, там, или невежественных этих богомольцев, которые самим статуям этой Изиды поклоняются, обожествляя камень, дерево. Он пишет, что это невежды, что это, как бы, это, ну, недостойные люди. Но граждане свободные, граждане разумные, просвещенные, как бы, он пишет, что должны поклоняться не камню, не дереву, а самой богине этой. И что для нас, говорит Апулей, пишет, и другие философы Рима писали примерно так, что для нас изображение, портреты, допустим, этих богиней, этих богов, их статуи, это лишь напоминание о них. Что Апулей писал, что те римляне, что просто непросвещенные сельские люди приходят и камень целуются, и самому камню славу воздают, это невежды в этом величайшем. Что для нас, мы должны быть на первый образ, через образ, на первый образ. Кстати, вот у Апулей это очень развито, и у других философов Рима это было очень сильно развито. И в те времена Римы не считали, что просвещенные, именно образованные философы, особенно поэты, политики, многие богатые люди считали, что, хотя много статуй всяких ставили и портретов писали этих, икон тогдашних, но считали, что просвещенный гражданин, он должен не самим камня поклоняться или портретам, а тому, кого они изображают, славу воздавать, и это считалось просвещенным культом. И Рим, поэтому, строился на таких культах, метроизм, допустим, тот же самый метроизм, культ Бога Солнца, не говоря уже про старые культы Зевса, допустим, Юпитера. То есть, вот эти культы строились на поклонение через образ, но на первый образ. Но без образов, без икон, без статуй, ни одна религия не существовала в Риме. Христиане изначально говорили, что никакого изображения у нас нет. Вот, кстати, в это время был такой один инцидент, интересный такой, ну, очень интересный, наверное, даже зеленый напишу его. В 222 году, легко запомнить, кстати, поэтому, три двойки к ряду. В 222 году в Риме произошли перемены интересные. К власти пришел новый правитель, Александр Север, который был сочувствующий христианам. То есть, были императоры, которые, допустим, гнали церковь Божью, да, были императоры, которые были близки к христианству и сочувствовали христианам, и даже давали свободу христианам порой. Вот, Александр Север был одним из таких, что давал свободу христианам. Некоторые историки даже называют его тайным верующим. И, по крайней мере, его маму называют тайной христианкой, или же христианкой, пишут порой. Потому что его мама, она очень сильно была в дружеских отношениях с христианами многими. Они пишут очень хорошие отзывы христиане, ее очень моральной жизни, очень чистой жизни, такой богобоязненной жизни. Вот, она творила много милости не всегда, значит, и, ну, такая была женщина, очень скромная, такая, порядочная. В Риме она, как бы, ну, его мама очень хорошо себя зарекомендовала, как моральный человек. И она была близка к христианским собраниям. Говорят, она тайно посещала христианские собрания, но мы сейчас это не можем, как бы, так вот, как бы, точно сказать. Вот, и известно, что Александр, ее сын, да, он, ну, католики его называют даже тайным верующим, или же даже тайным христианином, как-то так. Но, это, опять-таки, это немного натянуло, нет фактов таких. То есть, это лишь домыслы. Хотя, есть, как бы, дыма без огня не бывает. Здесь, ну, есть какие-то предложения. Потому что сам Александр Север, он читал Евангелие, это известный факт. У него в дворце даже одно из мест Писания было выбито, значит, золотыми буквами. Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними же. Это было правилом его правления. Кстати, очень был такой миротворцем, такой по жизни Александр. Хотя он немного правил совсем, так получилось. Потом был дворцовый переворот, его убили, пришел другой правитель, очень кровавый тиран. Но его правление короткое было временем свободы. То есть, когда Рим не воевал, когда Рим заключал договоры мирные. То есть, как бы, и Рим не меча, как бы, в ножны опустил, получается, в это время. И больше занимались торговлей, экономика поднялась, там, прочее. И вот, и христианам в те времена, при Александре Севере, очень хорошо жилось. Александр дал свободу христианам, которые были, допустим, проданы в рабство. Не все христиан казнили римляне, да? Некоторых там продавали в рабство, там, допустим, на галеры, на рудники ссылали. Вот он дал свободу христианам таким. Имущество, если было отобрано у христиан, он их приказал вернуть имущество назад. То есть, ну, как бы, вернуть дома, их деньги. И потом позволил христианам строить свои молитвенные дома, церкви, здания, христианские храмы. Тогда впервые были построены. Даже в Риме самом. В самом Риме, в центре города, в то время был христианский храм. Хотя это было так вот, вначале, спорно. Там была земля в центре города, на которую, там, ну, местные бандиты, будем так говорить, откровенные претендовали. Местный сенатор, там, и предыдущий император тоже туда руку пустую положил. То есть, как бы, ну, были разные прецеденты на землю. Но там ничего не было построено. Значит, ну, место было очень классное. В центре города. Как раз площадь там, одна из центральной площадей Рима, значит, и все улицы пересекались, главные, с этим участком земли. И очень хорошего, большого участка земли. И вот, там просто был сад, красивое место, такого отдыха Римлян. И вот, и эту землю Александр отдал христианам. И там христиане построили храм. То есть, это было, ну, как бы, для Римлян было это вообще шоком просто. Сектанты, которых уже вот два столетия убивают, распинают. Римляне еще вчера слышали, как их кости хрустили на зубах у львов, значит, да? А сегодня они в центре города молятся. Вот это, да, сумасшествие, значит. Но христиане построили большой дом молитвенный, большую церковь. Когда пришли туда, приходили туда язычники, им интересно было посмотреть. Вот христиане, тайный культ, стал теперь явным. Но большинство Римлян было разочаровано. Злые языки говорили, что христиане вообще-то, ну, о чем мы, как бы, слышали, теперь мы это уже увидели сами. Многие римляне были разочарованы этим культом, значит, потому что обыватели увидели пустые стены, пустой храм, ничего. Лишь письмена, тексты из писания были украшены, значит, стены храма этого и все. Больше ничего они там не увидели. Это, конечно, многих разочаровало. А римляне, очень многие, они требовали зрелищ. Любой храм римский, он пестрел массой изображений. А там не было даже одного какого-то изображения. Даже ни креста там, ни чего-то еще там, ни Христа там, ничего абсолютно. Ни его маму, ни апостолов ничего не изображали христиане. И единственное, что еще позволялось, порой христиане еще делали натюрморты, допустим, пейзажи. Но в храме-то, насколько я сказал, это не было отмечено. То есть, даже не было ни натюрмортов, ни пейзажей. И потом пришел другой правитель, который у христиан все это забрал. И как бы там были уже капища. То есть, опять все по сторонам, начались гонения. Потом было опять время свободы для христиан. Некоторое время, опять массовые гонения. То есть, как бы, ну, так было до самого 313 года. И вот, в 313 все стало меняться. Так, мы отметили, что в этот период времени, первое было массовое гонение над церковью. Потом идеологическая информационная борьба против церкви, мы отметили, так же было. Я рассказал пример вам, это философ Цемсиус Римский, против христиан, писавший, обвинявший христиан во всяких нелепенцах. А христианам говорили с легкой руки Цельсиуса и других философов, что христиане это такие сектанты. Они там гасят светом, занимаются развратом, хотя разврат был нормальным для многих культов тогдашних, в том же самом Эфесе, допустим. Но это была как бы храмовая, допустим, проституция, это было нормально. Но, а христианам говорили, что они там, как вот раньше говорили, о баптистах в советское время, да? Вот там, гасят свет, там и хапают у друга, хапун называется праздник. Говорили такое, я помню там. А еще говорю, в жертву приносят детей там, значит, я когда познакомился с баптистами, там, с писятниками, вот, я думаю, надо же, какие там жертвы? У них там по 10 детей, по 15 детей. Когда они еще успевают в жертву такого принести еще? Вот, и, ну ладно. Но в Риме, вот, злые языки такие вещи говорили. Но самое страшное, что пугало обывателя, а христианам говорили серьезно, что это атеистическая секта, которая своей религиозной демагогией лишь, как бы, прикрывает свой атеизм. Вообще, атеизм был запрещен в Римской империи. Считался, ну, ты даже, ну, ты мог не верить, конечно, про себя так, в душе, ни во что, но ты был обязан исполнять культ определенный, государственный, там, римский культ, обязательно. То есть, ты, как бы, веришь, не веришь, там, Рим не наказывал за убеждения. То есть, мои мысли, мои скакуны, как говорится, да? Верь, не верь, как хочешь, но ты был обязан, как законопослушный гражданин, исполнить определенные культы, обряды. И без этого ты был неблагонадежным человеком, и тебя могли даже лишить гражданство, и даже жизни порой даже, за отказ, публично принести, допустим, жертву этим, каким-то богам, этим бесам, этим, допустим, в честь победы, в честь императора, допустим. Попробуй, предалица они, попробуй не поклониться его статуе. Казнили бы за этого, любого гражданина римского, хоть сенатор, хоть кто угодно вообще. Хоть садник, хоть обыватель, хоть бизнесмен какой-нибудь. Так вот, и христиане были атеистами в глазах обывателей римских, потому что у них не было изображений, никаких не было изображений, ни Христа, ни кого-то еще. Потом, у них не было, у христиан не было культа мертвых. Любая религия Рима, она знала культ мертвых, обязательно. Даже в самой первобытной религии знали культ мертвых. Молитва за умерших, допустим, в этой религии людей, или же других умерших людей. В христианстве не было культа мертвых, то есть не было практики молиться за упокой. Проще говоря, за упокой души, как в средние века. В христианство пришла такая доктрина, я расскажу попозже, как это все произошло, как мы дошли до жизни такой, как постепенно. В христианство пришло, это лжеучение. Наверное, надо было поближе к этому и продвигаться нам сейчас. Я все вокруг да около. Но это все нужно тоже знать, потому что это то, откуда все проистекало впоследствии. Христианство-то. И в христианстве, кстати, интересно, Цельсиус писал примерно так, что их жрецы одеваются, как простые рыбаки. Это раздражало, конечно. В любой религии Рима жрец, пастор, батюшка, как угодно я называю, он должен отличаться особо такой, дорогой специальной одеждой, допустим. У меня есть такие рясы, ризы есть такие, допустим, не особо такие. Я тоже одеваюсь порой, тоже дань моде такой религиозной, определенной. Но вообще-то христианство, оно не в рясах, не в ризах, и не в дорогих головных уборах. Я помню, как в Москву приезжал от Софлина, как раз магазин открылся на Кропоткинской. И думал, надо, купи будет Митру. Ну, шапку такую. Соответственно, само название Митра пошло от языческого божества Митра. Митраизм. То самое божество, которое считалось конкурентом христианства. И вот, значит, и этот головной убор, ну, я так, один мне понравился, но я вначале сюда не смотрел. Смотрел, ну, как художник, художник по образованию, то, что мне понравилось. Понравилось. Вау, вот это да. Блестит вся, сверкается. Потом посмотрел, что такое, это номера телефонов или это цены такие. Вот это да. Значит, там можно было бы в УЕ купить, можно было бы в рублях купить. Короче, в долларах, это 50 тысяч шапка стоила долларов. 50 тысяч. Доллар? Да, тогдашний доллар, да. Сейчас вы дорожку тоже стоите. И, значит, интересно, вот, я посмотрел так, я купил поскромнее гораздо, там, за 300 долларов, значит, ну, примерно такая же. Ну, там были струбушки, как бы, не камешки драгоценные. И там не было, там, такой хорошей работы. Вот, ну, внешне со стороны примерно то же самое смотрится, так, ну, с небольшой разницей, конечно, более так, поскорны, но надо смиряться за 300 долларов. Вот, и, ну, значит, ну, за 50 тысяч долларов, конечно, очень понравилось. Она сверкала, блестела, ну, в отдельной витрине еще так, ее выставили с подсветочками, красивыми, как в ювелирных магазинах делают все это. И вот, да, но это не самая дорогая была, не самый дорогой вариант был. Там были гораздо дороже варианты были, до 150 были даже, тысяч долларов. Вариант, значит, где камни, ну, еще дороже, значит, и где ручная работа там, и все это. Ну, там, там и тоже была ручная работа. Там тоже давался чек с правом вывоза за границу, там, значит, там, с гарантиями всякими, там, значит, там, от мастеров, там, гарантии. Крест, который мне очень приглянулся тогда, стоил 10 тысяч долларов. Красивый такой, значит, крест, значит, похож на тот, что, значит, Иван Васильевич у меня профессия, когда у посла иностранного номера пропал медальон. Что-то такое, тоже такое оляпистое, такое большое. Вот, красивый, конечно, но, думаю, ладно, будем смиряться. Вкус есть, да? Болтос. Ну, да. Ну, да. Не, ну, я почему-то рассказываю, что, вот, это все красиво, конечно. Кстати, в тот же день, там, магазин Софринский, там, три этажа, по-моему, или два, три этажа занимает, по-моему, прям возле метро Кропоткинская, там, на первом аптеке, а потом, там, три этажа идут, этот магазин идет. Тогда он только еще открылся, все было в диковинку, вот так вот, и, значит, и между этажами такие банкетки, там, и журнальные столики с прайсами, там, с буклетами, с этими проспектами. Там, а там вообще, там, немерено все, там можно целый коностат заказать, можно было что угодно, вообще, от копеечной свечки до целого храма. Там, что хочешь вообще, закажи, значит, и с доставкой, и с самовывозом, и все, как хочешь, там, разные были цены обозначены. Я так читаю колокола всякие, там, чуть не царь колокол, можно заказать от маленького, там, колокольчика. И вот я все это полистал, листал, листал, уже устал, честно говоря, уже, знаете, голова кругом уже идет, уже от всех этих, вот, значит, как бы, цены и красоты этой всей, богатства этого всего. И, знаете, значит, и тихий голос вдруг говорит мне, знаете, я не сумасшедший, чтобы сам с собой так разговаривать, знаете, тихий голос говорит, я сейчас даже скажу буквально, что он сказал, что, когда у вас все это будет, не забудьте меня. И, знаете, у меня так, скажу так, вообще настроение упало, я думаю, надо, оно мне надо все это, как бы, и, а с другой стороны, я подумал, знаете, как, уже сам додумывал, потом сидел, и уже домой ехал, знаете, думаю, что надо же, вернулся к себе в Киев, в церковь, думал, надо же, как можно легко за всей этой религиозной мишурой, бижутерии, да, как можно потерять самое главное. Вроде бы, из благих намерений, как бы, да, благих побуждений, все это люди делают, отливают, пишут, мастерят, вроде бы это во славу Божью, и показать, как один из этих идеологов, такого благочестия, такого внешнего, Иосиф Володский писал, что это, как бы, отблеск небесной красоты, будущей, там, что-то такое, ну, он считал, что даже все люди там в лаптях и без лаптей, высота одна, голодранция, значит, но храм должен иметь золотой купол и золотую чашу, значит, ну, это, как бы, это святость. И, понимаете ли, ну, конечно-то, я понимаю, это сегодня не новозаветное представление совершенно, а Церкви Божьей, но, как легко за все эти религиозные мишурой, это все, да, потерять из виду самое основное, самое главное, самого главного Господа Иисуса Христа. И я в Церкви это рассказал, когда у себя уже поделился, там, говорю, братья и сестры, говорят, да, точно, не нужно нам ничего лучше, но, главное, чтобы с Богом. Да, когда все это будет, говорю, Бог же предупреждал, значит, это будет, значит, но не забудьте меня. Да, друзья, да, друзья, не забудьте Иисуса Христа. И, чтобы не только в нищете, но и в богатстве, да, чтобы не только в болезни, но и в здравии, чтобы не только, там, где-то там, ну, и в плохом, но и в хорошем, не забыть там Бога. И, господа, скажу, что третья черта характерна, первая, это массовая гония церковь, вторая, это идеологическая борьба против церкви, третья, это духовное противостояние, духовная борьба со стороны римских религий и новых культов, духовное противостояние всему тому, что знал Рим и делал Рим. Духовная борьба. Интересно, это похоже как раз на дух, душу и тело, да, первым мы писали тело, Бог дал церкви рост в условиях гонений, христианскую церковь хотели физически уничтожить, потом на уровне информационном, идеологическом, это душа, как бы, церкви, да, подверглась атаке такой, вот, а третий, это дух, сам дух церкви, дух святой. В том мире, в котором развивалась первая церковь христианская, раннее христианство, очень демонизированном таком мире, я не знаю, по-другому было трудно представить себе все, потому что церкви тогда, они даже, ну, как, вынуждены были иметь это служение. Я много читал о раннем христианстве, и везде пишут историки, что при церквях, без этого не мыслили христианство, в каждой церкви были экзорцисты, как их называли потом уже, то есть, изгоняющие дьявола, значит, и это было, ну, в обряде крещения, который, ну, сохранился с тех пор, там, допустим, да, немного записано, но кое-что записано, как проводилось крещение, как проводилось покаяние, то везде говорится об отречении от дьявола, везде говорится об заклинании над духами нечистыми, и это, ну, было, ну, по умолчанию, это было известно Риму, римским христианам. Духовное противостояние было очень серьезное, демоническое, вот это царство Рима, и вообще тогдашнего мира, в котором церковь распространялась. Вот сейчас, допустим, мы видим, вот начиная с середины 19 века, и 20 века, и вот начало 21 века, мы видим, как бы, возрождение язычества, возрождение оккультизма, спиритизма и прочее, но, понимаете ли, вот в те времена не было возрождения, в те времена было еще вот это все не тронуто, девственно, и, понимаете ли, римляне рождались и умирали в оккультизме, и это было то, что колдовство, оккультизм считалось нормальным, само собой разумеющимся вообще в том тогдашнем мире. Это страшно, конечно, но так было. И вот сегодня, во время такого второго рождения, второго дыхания оккультизма в этом мире, христианству рассчитывать приходится только лишь то же, как и первым христианам, на Духа Святого, на помазание Духа Святого, на реальную силу Божью. Так просто идеологически не переубедишь и мало что сделаешь вообще. Можно пытаться и какое-то время будет работать, но все равно любое служение, оно рано или поздно сталкивается с тем, что нужно просто-напросто иметь духовное снаряжение для духовной битвы и вести реальную духовную борьбу с бесами, реальную борьбу в духовном пространстве, великую борьбу, сильную борьбу. Слава Иисусу! Да, друзья мои, и вот одно из таких, ну, запишем некоторые оккультные такие учения, которые тогда противостояли христианству и очень серьезно противостояли, и в чем-то, к сожалению, побеждали. Потому что христианство в последующих столетиях, к сожалению, очень пострадало от этих учений ложных. Это митроизм и восточные культы. Митроизм, вот в православии даже в названии головного убора священнослужителей во время богослужений с камнями, красивый такой переливающийся головной убор такой, да, видели все, даже в названии сохранилась митра. Митрополиты, само название митрополит, сегодня это, ну, как на западе кардинал, допустим, старший епископ большого округа, допустим. А в те времена, во времена первой церкви, митрополитами называли верховных жрецов бога Митры, главных его служителей, которые имели большую округу и большой регион, большую целую страну, допустим, управляли. Митрополиты, значит, и, в общем-то, когда, мы не знаем год рождения Христа, но когда церковь становилась государственной религией, идеологией государственной, то нужны были праздники, и вот я упоминал уже праздник Рождества, да, сегодня мы празднуем когда? 25 декабря по старому стилю, это, значит, по новому 7 января. То есть, 7 января, 25 декабря, на самом деле Иисус родился, ну, в 100% можно утверждать это сегодня, и не тогда, и не тогда. То есть, не зимой однозначно родился он, потому что перепись населения, сегодня мы это знаем однозначно, из исторических сведений, перепись римляне проводили не зимой, и не осенью, и не весной, а только лишь летом. Рим проводил перепись исключительно летом, во-вторых, значит, по еврейским законам даже это было запрещено в другое время проводить, потому что только лишь летом могли переписывать, и Рим не только в Иудее, но и в других странах, в других провинциях проводил именно летнее время перепись. Тем более написано, что когда Иисус родился, стада были в полях, и пастухи ночевали вместе со стадами. В Израиле в те времена, это было исключительно летом, начиная с праздника Шавуот, Пятидесятница, когда стада все выгонялись в полях, и жили в полях, были сезонные рабочие, нанимались как пастухи, они жили с этими стадами все это время, начиная с праздника Шавуот до Рошашина, до еврейского Нового года, а это обычно в середине сентября, или же конец сентября в редких случаях, в нашем солнечном исчислении. То есть, получается, Иисус родился, вероятнее всего, это июнь, вторая половина июня, или весь июль, август и первая половина сентября. Астрономы, христианские астрономы, допустим, Американского института сотворения Вселенной и других очень уважаемых институтов, сегодня христианские астрономы доказывают, в том числе лауреатов больших премий и заслуженные ученые, не только в христианском мире, но и в научном мире, доказывают, что, скорее всего, Иисус родился в начале сентября. Предположительно, это были первые числа сентября, 9, 10, 11, до 15 сентября Иисус мог родиться, потому что по всем астрономическим наблюдениям, исчислениям, вот в 4-м году нашей эры, в 5-м году нашей эры, прикинули, когда могли быть вот такие знамения, как именно и появление звезды, и это однозначно было начало сентября, 1-го числа сентября, не раньше, но и тем более не позже, когда суда загонялись в эти вертепы. То, что Иосифу с Марией предложили, тем более Мария была уже вот-вот родит, предложили в хлеву, предложили в вертепе ночевать, это не было садизмом, это не было издевательством ни в коем разе. Дело в том, что по традиции тогдашней еврейской не должно пустовать просто так пространство. Если, допустим, стада выгонялись, делался ремонт в это время же, сразу же, только стада выгонялись в поля, стада не загонялись все это время, там делался ремонт полностью, вычищалось, выскрипалось все, там было уже приспособлено для жизни место, и чаще всего его отдавали беднякам, либо же люди могли ночевать, странники, гости могли ночевать там, или же бесплатно, или же за очень умеренную плату, гарантируя чистоту, значит, после себя в этом помещении. Значит, то есть, это было не с животными, как бы порой рисуют, там, сценки рождения Христа, значит, да, там, ну, красиво, конечно, там, пастушки из ягнятков, красиво, конечно, представляете ли, знаете, какие, такой телятка, такой, теленок такой, значит, там, что-то еще там, животные какие-то там склонились, значит, смотрят, значит, и в кормушке без кота, значит, ребеночек на соломе, ну, прям, ну, жуткой картины немного, конечно, так вот, если представить себе, ну, по-настоящему так, хотя можно тогда, конечно, предполагать, что люди были более здоровые, конечно, но все-таки, как бы, немного жутковато ребенок в такой ситуации. Хотя, на самом-то деле, в жизни еврейской женщины, рожающей, тем более, если первая сражающей, да, значит, условия хорошие создавались, даже если бы была бедная семья совершенно, то есть, другие еврейские семьи более богатые обязаны были позаботиться тогда, значит, по крайней мере, о первых родах 100%, вот, значит, и не могли дать ей вот такое ужасное место с животными, значит, в кормушке для скота. Вот, то, что ребенка с перенала положило, это место были не для уже скота, это все время, все это место и сама кормушка уже было, все для людей уже было рассчитано уже, переоборудована уже, по крайней мере. Вот, и, ну, да тем более, сама перепись Кесаря Августа, да, о которой говорится, что Иисус в это время родился, она была за три, даже за четыре года до официальной даты рождения Иисуса Христа. То есть, однозначно Иисус родился раньше. Царь Ирод умер, там, в каком году, там, в третьем, в каком году, до нашей эры умер. То есть, получается, что, согласно Евангелиям, Иисус родился гораздо раньше, чем это принято сейчас считать. Ну, это я сейчас делаю такие замечания, почему, более подробно, почему, потому что вам было понятнее, как далеко мы зашли вообще, христиане. Да. А можно вопрос? Мне просто, что-то я не понял. Вот сейчас 2011 год, распяли Христа 2011 лет назад, а 33 года он, как бы, до Христа был. Дело в том, что Иисус родился, вот скоро будет отмечаться, 2019 лет от Рождества Христова. Вот, но на самом деле, года на четыре раньше. То есть, будет, на самом деле, не 2012 год, а 2000 будет какой? 16 год. Или даже 17, возможно. То есть... 18. Понятно. Да. И я почему это говорю? Я начал это с Митраизма. Митраизм и другие, Бог Солнца, допустим, то же самое. Божества Восточные, Митраизм в частности, имели дни рождения своих богов. Это были праздности всеобщие. Это было 25 декабря, по старому стилю, по новому это 7 января. То есть, 7 января праздновалось Рождество Бога Митры. И люди друг друга поздравляли и говорили, Митра родился. Или там, Бог родился, говорили. И друг друга поздравляли, дарили подарки. И это считалось языческим празднеством. И христиане, конечно, не участвовали в таких оккультных празднествах. И не верили в то, что Христос родился в это время. Но никому из христиан кулу не приходило праздновать Рождество Иисуса Христа по плоти. Оно нам надо, как бы, знать Христа по плоти. Нет, конечно, зачем? Это только лишь, ну, как бы, это больше удел невозрожденного христианства, будем так говорить. Невозрожденных людей. Интересоваться Иисусом Христом. Какой у него был размер ноги у него, там, цвет глаз, там, волосы, там. Что он любил есть. Хотя мне очень нравятся его, как бы, вкусовые эти предпочтения. Когда он там приготовлял. Помним, да? Он любил жарить рыбу и мед. Рыбу с медом я очень люблю. Гопять у нас с медом, рыбу с медом я очень люблю. Поэтому, я думаю, мы с Иисусом найдем общее на столе. Общее блюдо. Но, значит, помните, да, из Евангелии. И скажу, что, на самом деле, как бы, вот эти культы языческие очень сильно повлияли на христианство последующее. Но почему это произошло, смешание с язычеством христианства? Потому что христианская церковь, ну, в лице своих служителей, пастырей, лидеров, и в основной своей массе, к сожалению, пошла путем, очень страшным путем обольщения в последующее столетие, подчинения государству. Когда Кесарево, не только Кесарево, но и Божье уже воздавалось уже. И смешание с язычеством, это было политическим заказом того времени, который, к сожалению, осуществился. И вот нам сегодня, христианам 21-го столетия, приходится разгребать такие кори мусора. Сегодня так сложно приходится. Вот согласитесь, те, кто вообще занимается миссионерством в любых странах мира, это все подчеркивают. Притом и опытные миссионеры, и только начинающие миссионеры, все однозначно говорят так, что я тоже в миссиях участвовал и с этим сталкивался постоянно. И здесь, и в Австралии, и в Америке, и в Европе. Знаете, с чем сталкивался? Что те как раз категории, те группы, те народы, где христианство как уже государственная религия, которые считаются христианами изначально, их сложнее даже евангелизировать. Чем те, которые, допустим, откровенно мусульмане, откровенно иудеи, допустим, не признающие христианство, откровенно буддисты, атеисты даже. Их проще порой обращать к Иисусу, потому что им, когда таким людям приходится принимать решение избирать Христа, им полностью отказываться надо от того, что они знали раньше, и принимать Иисуса как спасителя Господа своего. Но человек, который считает себя с детства уже верующим, и вроде христианином, с самого рождения по маме, по папе своей, довоэровец, допустим, или же родился в христианской стране, или включен в детстве был. Таким сложнее, почему еще? Потому что у многих из них прививка против, духовная прививка против возрождения свыше есть. Они даже если порой и переживают покаяние, то в легкой форме, как правило, и очень сложно глубоко покаяться, очень интересно такое наблюдение. Один из очень уважаемых мною людей, мой товарищ Саша Шевченко, пастор Дом Хлеба, церковь Сакраменто, он, я каждый раз, когда в Калифорнии бываю, я у него бываю в гостях. И первый раз он мне показывал такую страшную иллюстрацию, такую страшную картину. В Сакраменто есть большое русское кладбище, славянское кладбище, большое. И там в основном молодежь, в основном довоэровцы, дети верующих родителей, и в основном причины смерти одна и та же. Это наркотики и все, что связано с наркотой. Поножовщина, убийство, застрелили кого-то, кого-то подстрелили, кого-то бросили, кто-то сам себя убил. И все это, у кого-то передозировка чаще всего, и огромнейшее кладбище, и дети баптистов, пятидесятников в основном. И на всем кладбище, если могил 5-10, вы найдете тех, кто умер естественной смерти, или болезнь, допустим, какая-то, да, или старости, это единицы буквально. А все остальное, огромное, тысячи-тысячи людей, это все грех. А почему? И Саша Шевченко, он реформатор, он очень большой реформатор на самом деле. В своем братстве, пятидесятническому большой реформатору. И он сказал так, что, с самого начала мне, что он увидел главное зло, в чем? В нашей неправильной теологии. И вот это вот иллюстрация, плод нашей неправильной теологии. Потому что большинство, 99,9-10-х, всех выявших тогда, выявших баптистов, пятидесятников, они имели неправильную теологию, неправильную идеологию внутри. Какую неправильную? Они считали, и многие до сих пор еще считают, даже не научились многие старшие братья вот таким страшным уроком, не вынесли уроки из этих происшествий. Потеря даже своих детей и внуков, многие так и не покаяли до сих пор в этой теологии. В чем эта неправильная теология? В том, что раз наши дети, они выросли в церкви, раз наши дети, они свято написано, да, мы молимся, не благословляем их, раз они уже в церкви выросли, они не суслужения, значит, они уже возрожденные люди. Раз они вышли на покаяние, произнесли молитву, они уже по умолчанию сразу возрожденные свыше люди. А это привело к тому, что церковь пополнялась, и уже не одно поколение даже, именно невозрожденными людьми, не пережившими покаяние, не пережившими возрождение, спасение, реальное возрождение свыше. Если не считать возрождение свыше, именно формальный выход к сцене и произнесение молитвы волшебной, которая тебя изменяет до неузнаваемости. Вот, бывает, что это совпадает с возрождением свыше. Бывают, я знаю, такие случаи реальные, когда человек, выходя к сцене, он реально переживает в этом спасение. Но это не волшебная формула, которая вот все это производит. Человек должен осознать свою личную греховность и святость Бога, и покаяться, и возродиться свыше. И правильно, Испельджин и многие другие проповедники прошлого и настоящего говорили, говорят, что у Бога нет внуков, у Бога есть дети. Бог – это тот, с кем надо встретиться лично. У меня шестеро детей, и я знаю, что каждому из них надо лично встретиться с Богом. И здесь задача отца, матери, христиан, очень важная задача – это подвести к тому детей, чтобы вот вера, которая в нас, она была и в них, эта вера. А это не исполнение обряда, не просто хождение в церковь, не просто даже выход в сцене, это сознание своей греховности, святости Бога, и на самом деле реальное возрождение свыше. Должно вам родиться свыше, написано в Писании. И в доме хлеба, там, в Сакраменто, ко мне подходили братья, после служения проповедовал там, когда первый раз пришли братья некоторые, и они свинилиствовали, тоже подтверждали. Говорили, что один из них, там уже 20 лет уже, допустим, он себя считал верующим, вырос в семье верующих, у него родители, папа там пастор церкви, значит, Писатнический был в союзе, значит, там его, значит, дедушка был тоже пастором Писатнической церкви, прадедушка был баптистским пастором, то есть, ну, как бы, ну, уже давно верующий род такой, и, говорит, я 20 лет был уже, ну, служителем церкви, значит, и нес служение в церкви, значит, и считался его возрожденным христианином, и только уже здесь, уже, вот, в церкви Дом Хлеба, я, реально, прикоснувшись к Богу, осознал, что я еще не возрожден свыше даже вообще, что реально я еще грешник, и мне нужен Бог, Святой Бог, и он покаялся, и родился свыше в этой церкви, уже неся служение определенное, вот, хотя понимал, что, значит, мозгами что-то здесь не то, что-то здесь большой, а здесь обман какой-то, и в православии, и в протестантизме, и в других разных, значит, направлениях христианства есть разные сегодня такие проблемы, и мы очень многие эти проблемы выявим, и, как бы, сохраним себя, если будем из истории учиться. Я считаю, ну, даже многому научиться.